На предстоящих выходных в Петербурге дается символичный старт осенне-зимнему туристическому сезону, в связи с чем в городе состоится масштабный фестиваль, посвященный Всероссийскому Дню Туризма. И прямо сейчас мы передаем слово нашей коллеге Александре Рыдхеос, с которой мы договорились встретиться на Дворцовой площади. И вот она тут как тут, пунктуальная девушка, ждет нас. Саша, еще раз тебе доброе-доброе утро. Доброе утро, коллеги. Еще раз, да, действительно, сегодня стартует в Петербурге еще один масштабный фестиваль. Петербург в этом году стал столицей Всероссийского Дня Туризма. И о том, что подготовили на фестивале, нам подробнее расскажет Дарья Крапивская, координатор фестиваля. Дарья, доброе утро. В первую очередь хочется сказать о том, что буквально накануне выбрали имя котику, символу фестиваля. Это Эрмитажный котик. У нас есть возможность одним из первых узнать его имя. Какое же оно? Доброе утро. Ну что ж, котику будет имя Юпитер. Все-таки мы находимся на Дворцовой площади, здесь здание государственного Эрмитажа. И логично, что котик стал символом нашего фестиваля. И более того, хочу сказать, что вот на угловом экране котик появится в объеме, в 3D. Это будет такой сюрприз для гостей фестиваля. У нас такая сегодня планетарная тоже тема. На Дворцовой площади сегодня появилась еще и Луна, помимо Юпитера. И давайте поговорим о том, что подготовили на фестивале. Я вижу, что здесь достаточно много разных локаций. Как это все будет выглядеть? Ну что ж, на самом деле главной задачей нашего фестиваля было показать Петербург как город интересный для туристов с разных сторон. Но все-таки это не только прогулки по центральным улицам, центральным музеям. Петербург это и спортивные мероприятия, забеги, вологонки. Это и открытие новых интересных мест, точек притяжения. Не знаю, брусниц, инсивкабель, Новая Голландия. Ну и, конечно, Питер стоит посмотреть с воды. Не только с теплоходов, но и с яхт и с ЦАПов. Поэтому каждая из мультимедийных зон нашего фестиваля будет посвящена определенной туристической локации Петербурга, определенному виду отдыха. И более того, мы решили, что должна быть не просто какая-то выставочная история. Мы покажем Петербург как город развивающийся, современный и, не боюсь этого слова, молодой. Поэтому у нас везде мультимедийные интерактивные зоны. И для детей, и для взрослых будет интересно повзаимодействовать в каждом шатре с какой-то из экспозиций. Ну вот в каждой как раз-таки в таком вот помещении будут разные инновационные, интерактивные проекты происходить. И традиционно, конечно же, на фестивале помогают волонтеры. И в этом году это не только люди, но и животные. В этом году присоединится к ребятам пес по имени, по кличке Изюм. Здравствуйте, доброе утро. Расскажите, какая история у Изюма, как он попал вообще в ваши ряды? На самом деле история действительно впечатляющая. Наш руководитель по совместительству хозяйка-собака выехал на работу на своей машине. И Изюм, как настоящий герой, сорвался прямо за машиной, побежал за ней. Хозяйке, естественно, пришлось остановиться и взять собаку. И вот со 2 июня Изюм наряду со всеми волонтерами дежурит на втором маршруте около медного всадника вместе с нами. Собственно, вот и вся история. Расскажите, какая будет у вас задача волонтерская работа, в чем заключается ваша задача и в чем будет заключаться задача Изюма? Наша задача в первую очередь это помощь туристам. Потому что обязательно, если турист не знает, куда ему пройти, мы, естественно, должны ему подсказать, дать карту, показать, как дойти, как проще это сделать, как побыстрее. А вот непосредственно задача Изюма, он талисман, он очень красивый, пушистый, добрый, позитивный. Он олицетворяет Санкт-Петербург и очень положительно влияет на туристов. Самое главное, что приятно, что... Изюм кого-то поймал. Да, действительно. Он очень сильно любит пообниматься, особенно с туристами. И все в восторге. Благодарю вас, Иван. Давай, Изюм, мы с тобой пообнимаемся, передадим слово нашим коллегам и пригласим гостей и жителей города посетить фестиваль. Ведь здесь можно почувствовать себя и правда туристом. Коллеги, вам слово.